шалам дорогие сегодня у нас следующий тип радости эта радость которая называется гила гила она связана с радостью от благодарности когда он по-настоящему благодарен за что-то мы чувствуем огромную радость вспомните когда если кто-то из вас или ваших близких болел тяжело и потом в какой-то момент мы понимаем что слава богу человек выздоровел или вы сами выздоровели вы можете ходить гулять по улице какая радость какая благодарность проблема с благодарностью как мы уже говорили в прошлом марафоне связано с тем что это чувство очень быстро притупляется сначала мы чувствуем огромную благодарность за что-то наше сердце полно этой благодарности а потом какой-то момент мы чувствуем что мы к этому уже очень быстро привыкли кроме того человеку свойственно подмечать негативное поэтому очень часто мы даже не видим за что нам благодарить потому что мы все время думаем только о тех проблемах которые у нас реально есть в этот момент гила это от слова галь гальные выйти это волна волна это что-то цикличное да есть приливы и отливы это какой-то цикл нашей жизни в которой мы живем поэтому радость гена она приходит не тогда когда происходит что-то нереальное что-то особенное что-то потрясающее когда просто мы концентрируемся на тех подарков которыми так сильно полна наша жизнь ведь если задуматься сколько мы заплатим за наше зрение за наш слух за одного члена нашей семьи нет денег за которые мы готовы это купить и никто из нас не хочет не дай бог потерять или потерять какую-то часть этого для того чтобы начать это ценить есть очень много исследований которые говорят о том что даже 1-2 минуты когда человек фокусируется на благодарности в день улучшает его самочувствие эмоциональное состояние его настроение в день поэтому сегодня мы немножко проработаем качество благодарности человек это не чувствует благодарности он очень подвержен другому нехорошему качеству которое называется зависть если я не до конца понимаю и чувство благословения в своей жизни мне кажется что моя жизнь пуста тогда я буду постоянно смотреть на жизнь другого человека на его семью на его детей на его материальные блага и мне захочется чтобы они были у меня но проблема в том что я совершенно не понимаю в таком случае плана творение ведь не было дано ровно то что мне нужно для выполнения моей миссии если у меня этого нет значит не нужно для ее выполнения а другому человеку нужно у него нет тех вещей которые есть у меня потому что у него другой другая миссии другое предназначение поэтому сейчас мы сделаем медитацию которая будет направлена именно на качество благодарности давайте закроем снова глаза сделаем глубокий вдох и те кто помнят с прошлого марафона мы представим что над нами есть клубочек света такой кружочек желто-белого света который проникает внутрь нас и насыщает нас теплом энергией любовью представьте себе что этот свет проникает вашу голову растекается по ней растекается по вашей шее плечам груди спине животу идет ниже в ваши ноги и как будто бы он насыщает каждую клеточку вашего тела позвольте себе быть здесь и сейчас никуда не бежать ни о чем не думать если вдруг приходит какая-то мысль которая вам сейчас не нужна просто заметьте это и отпустите ее не воюйте с ней не анализируйте ее просто заметьте отпустите сейчас время быть самой собой а теперь я хочу что в ваших воспоминаниях возник какой-то момент когда кто-то сделал вам что-то хорошее не важно что это могло быть что-то что вам было очень нужно о чем вы сильно просили чего вам не хватало и нашелся человек может близки а может и совсем далекий может даже незнакомый который взял и сделал для вас что-то очень нужное без чего вам было бы в тот момент совсем совсем не хорошо я хочу чтобы вы представили этот момент максимально подробно где вы были где-то происходило что было одета на вас что было одета на нем прям почувствуйте себя в этом мгновении почувствуйте как одежда касалась вашего тела что было вокруг вспомните про предметы которые вас окружали и вспомните тот момент когда он дал вам что-то что вам было нужно возможно материально возможно просто совет помощь поддержку ощущение что вы не одни вспомните пожалуйста очень ярко очень явно этот момент и почувствуйте как ваше тело наполняется теплом от этих воспоминаний почувствуйте благодарность к этому человеку и мысленно поблагодарить его от всей души за то что он сделал для вас так часто мы в жизни убегаем от благодарности потому что мы чувствуем что мы будем кому-то должны нам неудобно вспоминать тот момент когда мы были настолько уязвимы настолько нуждались в помощи но сейчас не время ничего стыдиться и время просто почувствовать благодарность к этому человеку когда вы почувствуете это оцените поменялось ли ваше эмоциональное состояние стали ли вы более радостными хоть немножечко хоть на одну на один градус на одну единичку а теперь представьте себе что всю эту ситуацию этого человека в вашей жизни эту проблему ее решение дал вам творец дал вам всевышний и поблагодарите его за все за эту историю за того человека который вам помог и за свою способность вспоминать благодарить и не убегать от благодарности заданием сегодня после нашей медитации будет сделать если это возможно что-то хорошее тому человеку которого вы представляли может быть маленькое сообщение благодарности может просто маленькая услуга или небольшой подарок все что угодно что как-то вырезать вашу благодарность я хотела бы чтобы вы отметили как вы себя будете чувствовать опять же внутренне эмоционально когда вы будете благодарить потому что это одно из самых важных наслаждений в жизни благодарить человека который сделал нам хорошее это не только одолжение ему это большая радость нас самих теперь все еще находясь в этих приятных воспоминаниях о человеке который нам помог воспоминаниях о благодарности всевышнему пожалуйста постепенно насчет 5 почувствуйте звуки вокруг себя 4 почувствуйте как ваши ноги касаются пола ты их ваша спина упирается на стул 2 сделать и глубокий вдох и откройте глаза мне будет очень интересно узнать кто захочет поделиться как вы себя чувствовали когда ощущали благодарность как вы себя чувствовали когда вы поблагодарили человека насколько у вас получается вспоминать об этой волне и чувствовать дела настоящую радость за повседневные благословения которыми полна наша жизнь